Митрополит Белгородский Староскольский Иоанн посетил сегодня наш город. Владык возглавил праздничную литургию в Свято-Ильинском храме в Слободе-Ездоцкой. Здесь его встречали ветераны воздушно-космических, воздушно-десантных войск России, чьим небесным покровителем является пророк Илья, память которого сегодня чтут православные христиане. Задолго до начала службы на парковке у храма стали собираться боевые товарищи. В этот день они надевают армейскую форму. Большинство она как раз даже спустя годы. Мы отпросили с работы. Сегодня 93-е годыщины образуем воздушно-десантный войск. Помянем наших парней, которые не вернулись, но они в наших сердцах. Всем парням слава. Слава русскому воинству. Десантное братство сильно духом и верой. На войне, как известно, не бывает атеистов. Война – это страх, боль и горе. А там хочется верить во что-то. Это в свою мать, в свою семью, в своих детей. И самое главное – это к Богу. Обращение всегда происходит. Мы уверуем и идем вперед с поддержкой духовной. ВДВ всегда на передовой. Афганистан, Чечня, Сирия, теперь еще и Украина. Духовный фронт в зоне СВО особенный. В боях там рождаются тысячи новых верующих. О работе священнослужителей в зоне боевых действий говорил Владыка Иоанн, приветствуя ветеранов десанта. Не обошлось и без шуток. Дай Бог, чтобы радость была у вас в сердце. Сегодня дождик прошел, а мой город, фонтаны на полу. Самое главное – пример подавайте того, как нужно встречать праздник. Ну, чтобы дети видели нас в форме. Ура! 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 Праздник пророка Ильи литургию служит в красных облачениях в знак того, что он пламенно служил Богу. И даже на небо его забрали на огненной колеснице. Пророков нет в Отечестве своем. Это об Илье, которого в родных краях не приняли. А вот в России Илью особенно любят и называют самым русским из древних еврейских пророков. На Руси очень любят пророка Ильи за его строгость. Потому что известно, что Русь отличается тем, что, во-первых, строгостью законов и необязательностью их исполнения. Поэтому строгость любят, но законы исполняют всегда как-то через раз. И поэтому стремятся, несмотря на эту национальную черту характера, все равно стремятся к чему-то прочному, основательному. Вот поэтому пророка Божия Ильи так почитаем. После причастия архиерейского благословения владыка вручил награды. Благочинные старого оскола Алексей Бабанина и Александр Короткий отмечены памятными знаками патриарха Кирилла в честь 80-летия Прохоровского сражения. Несколько сотрудников Святой Линского храма получили благодарности митрополии. Отсюда епископ Иоанн отправился в домик владыки Ануфрия. Здесь ему показались сразу три новые выставки – детских рисунков, карманных календариков с изображением православных храмов и фотопроект «Окно в прошлое». Анна Семенова, Павел Казакевич, Илья Самсонов, 9 канал.